Я не пишу о деньгах, я пишу о том обществе, которое можно создать. Кто почитает мои книги, они приходят, говорят спасибо, потому что это приносит их на жизнь новое. И я уверен, что любой человек, который прочитает эту книгу, у него есть возможность стать миллионером. Сейдмурот Довлатов, доктор психологических наук, доктор экономического развития, профессор бизнеса и маркетинга, инвестор и бизнесмен-практик. Один из лучших на территории СНГ бизнес-тренер, который вырастил из своих учеников 30 долларовых миллионеров за 5 лет. Основатель и президент Международного центра развития человека «САМО», в котором прошли обучение более 726 тысяч слушателей в 130 городах СНГ. Владелец и совладелец 23 компаний. Индивидуально обучает 292 предпринимателя с годовым оборотом до 3 миллионов долларов. Международный бизнес-тренер с опытом обучения более 20 лет. Вот эта книга, которая сейчас у меня, новая книга, которая «Десять шагов, как стать миллионером территории СНГ». Здесь это практическое совете. Например, в предыдущем моих книгах, если, например, «Я и деньги», она была о финансовом интеллекте, о том, что почему надо сохранить деньги, почему надо управлять. То есть надо было изменить мышление человека, чтобы у него формировался финансовый интеллект и начали что-то делать. А эта книга дает конкретный практический советик, через чего я прошел, как я это делал и как я построил компанию, которая принесет миллион долларов в год. Эта книга очень вдохновляющая. Она рассказывает о пути Сейдмурода, не самом простом пути, как предпринимателя. И он очень искренне, очень системно говорит о том, как действительно заработать большие деньги, как не испугаться этих больших денег, как, если ты попал в финансовые ловушки, как из них выбраться. Это, ну, скажем так, пример очень хорошей, вдохновляющей бизнес-литературы для всех. Вот мы часто видим западные образцы, например, книги Брайана Трейси. Кстати, они, как я слышала, с Эдмуродом пишут совместную книгу. Но в России таких книг мало. Как правило, либо бизнесмены уходят в какие-то такие высокие слои, скажем, и книги становятся для избранных, либо просто скатываются в какой-то совершенно банальный примитив. А Сейдмурод, вот, ему удается сохранить глубину и вдохновляющую силу своего текста. И поэтому я не удивлена, что многие его ученики добиваются таких впечатляющих результатов, становятся миллионерами, даже миллиардерами. И я уверена, что во многом это заслуга его прекрасных текстов. В этом книге о том, что по какой причине человек должен стать предпринимателем. Вообще, быть бизнесменом, это означает, что ты должен посвятить свою жизнь для решения проблем других людей. Сам по себе предприниматель, он должен быть созидающим человеком. У него мышление должно быть созидающим человеком, который принес этому обществу что-то то, что не было. Что-то далекое сделать близким, что-то трудное сделать более легким. Потому что жизненная нужда всегда есть. Поэтому и нужна высокая причина, почему ты это делаешь. Настоящий бизнесмен – это слуга народа. Он облегчает жизнь многим людям. У него мышление должно быть такое созидающее. Не то, что брат. Брат просто с народа. Нет, это так. Вы можете мне один раз продавать. Не то, что через рекламу хитрить меня, через всякие скриптии уговорить меня. Но повторно я не приду, не буду купить. А если повторно покупать или нет, бизнес умрет. Когда бизнесмен, созидающий, мыслит, поверьте мне, даже как будто вся сама общество помогает ему. Сама вселенная помогает ему. И он двигается. Он растет. И он просветает. Таково закон жизни. Нужна высокая причина, которая мотивирует тебя, чтобы тебе не сдаваться, когда тебе тяжело, когда трудно. Рыник, конкуренция большая. А рынок стабильности нет. В этом книге написано, что кто ждет стабильности, он должен понять, что стабильности больше никогда не будет. Это время уже ушло. Бизнес превращался в чемпионат. Это как спорт. Если в этом году, например, в чемпионате ты получил титул, в следующий год нет гаранта, что ты его получишь. Нужно постоянно работать. И следующая важная вещь в этом книге, я рассказываю, как выбрать идею. То есть какие идеи уже устарели. От каких не надо тратить время. Как найти точку роста, точку роста рынка, растущие идеи, растущий рынок. За что внимание обратить? Где растущий рынок? Тот рынок, который в ближайшие 10-20 лет будет самым актуальным. Надо создать бизнес, который технология не убывает твой бизнес, а наоборот помогает тебе его масштабировать. А если технология убывает твой бизнес, лучше этим не займись, потому что ты заранее гарантированно банкрот. Уже ты банкрот. Даже не начинавший ты банкрот уже. С какой идеи надо начинать? Надо взяться именно с той идеи, которая либо новая, либо уникальная. Это очень важно. Либо новая, либо уникальная. Надо браться с той идеи, у которой уже есть существующий спрос. Два момента есть. Либо ты создашь спрос, либо ты обеспечишь спрос. Но проще будут обеспечить спрос. А когда ты самому создашь спрос, это больше времени, больше денег ты тратишь на создание рынка. Третья вещь – высокий потенциальный рост. Очень важно, чтобы в этом идее было высокий потенциал роста. То есть через 5 лет, 10 лет, где я буду, если этим займусь. Сейчас намного легче стать богатым, чем когда-либо. Потому что сейчас технология, ресурсы больше, банки помогают и так далее. Но одновременно рынок стал жестким. Рынок стал очень жестким, и потребитель стал требовательнее. В этом книге есть именно самые актуальные шаги. Я здесь свой опыт привел. Опыт, который многим моим ученикам обучал. Поверьте, рукописи отдали нескольким людям. Рукописи. Еще книга не вышла. Я сейчас сегодня впервые книгу держу в руках. Рукописи отдали нескольким людям. Всего 10 человек отдал, чтобы тестировать рукопис. Я говорю, почитайте, посмотрите, она была без редакции. И с 10-8 открыли бизнес. Почему? Потому что тут все показано, что надо делать, как делать, за какой идея стоит брать. В голове человека появляется четкий экспорт. Вот это делаю, а это нет. А это делаю, а это нет. Это проще, облегчает. У вас сначала должно быть конкретно видение, куда вы идете. А потом здесь расписаны формули. Как, например, начинать. Очень важно, чтобы у вас было... Даже как выбрать идея, это большая задача. Почему? Любая идея, которую вы начинаете что-то делать, это могут занимать у вас 10 лет жизни. Иногда 5 лет жизни, иногда 20 лет жизни. Иногда всю вашу жизнь занимают. А как понять, что это есть та идея, которая тебе нужна? Когда у человека нет конкретных профессиональных знаний, все то, что глаза видят, кажется, что выгодным. Все то, что в голове мысли человека происходит, обычно природа человека такая, человеку кажется, что свои собственные мысли, они сами правильные. Поэтому иногда мы спорим с другими, хотя мы не правы. Я считаю, что самое важное изобретение человечества – это письменность. Что человечество мог оставить будущим поколениям опыты, которые накопились в тысячелетиях. Поэтому благодаря именно письменности человеку удалось человечеству от элементарной свечи до космоса добраться. Именно причиной, что сегодня наука развивается технология – это мы обязаны прошлым поколениям. То есть мы не с нуля начинаем, мы придем готовы, а потом продолжаем. Вот это все благодаря письменности, что сохраняется информация. Меня поражает, что этот человек, он же не идеально владеет русским языком. И, конечно, когда мы работаем над книгами, нам приходится просто приводить к литературной норме. Но каждый раз все литературные редакторы поражаются, что, несмотря на то, что там что-то несовершенное с точки зрения языка, каждый раз это очень точно выраженные мысли, очень красиво, вдохновляющие описанный путь и свой, путь его учеников. Сэдмурот очень талантлив, именно как писатель. Но про то, какой он гуру, какой он предприниматель, я думаю, что могут судить все, кто его знает. Человек однажды утонет в своей жадности, однажды утонет в своих грехах. Однажды утонет в своих, понимаете, соблазнах. Человек может легко утонуть в своей вранье, в своей, понимаете как, в своей слабости. Он может легко утонуть. И когда он утонет в этом, в своих страхах, в своих соблазнах, его личность исчезнет. Я называю свою деятельность «Бизнес-служение». Мои книги в данный момент приводятся на английском. Есть уже в Америке выход на китайском, турецком, иранском, индийском, корейском, малазийском, французском. В общем, где-то 20 с чем-то языков в дальний момент, который привод идет на данном этапе. Истинным призванием Сэдмурот Довлатов считает бизнес-наставничество. Со своими учениками он делится не только личным опытом, но и знаниями, полученными в сотрудничестве со всемирно известными бизнес-тренерами. Сэдмурот Довлатов является членом Национальной ассоциации экспертов, писателей и спикеров США. Его книга-бестселлер «Я и деньги» из серии книг «Философия муравья» была издана на семи языках и разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров на территории СНГ и США. Все это позволило получить Сэдмуроту признание и на международном уровне. Вот эта книга вышла несколько лет назад, два года назад, три года скоро будет, три года назад она вышла в Америку, в Соединенные Штаты она вышла, в Техасе она вышла, в Даллас, они выпустили его, это издательство, они выпустили его, и она нормально идет там. Почему мои книги на самом деле там хорошо идут? Потому что мой язык другой, мой язык другой. Это очень важно. Я подхожу к этому как? Я подхожу таким образом. Это Запад. А Западу нужна мудрость Востока. Понимаете? Западу нужна мудрость Востока. А Востоку нужна технология Запада. Понимаете? Двумя ногами легче двигаешься. Философия, которая в моих книгах есть, она вечная. Когда я писал книги, об этом думал, это еще было 2004-2005 год. Я об этом думал. Я не хотел писать то, что устареет. Я очень долго думал, о чем я должен писать. Я должен писать о том, то, что человеку нужен всегда, остается актуальными через тысячи лет. Я писал о самом человеке. Как стать, можно сказать, тем человеком, который, тем мой стат, тот талант как раз будет в себе, который Богом дано. Потому что спустя тысячи лет человек все равно будет искать себе. Это мои книги именно так написаны. И алгоритм разработан внутри них. Сейд Мурот такой ответственный, очень глубокий автор, который всегда с пониманием, очень хорошо понимает свою аудиторию, очень хорошо понимает книжный бизнес. И взаимодействовать с ним одно удовольствие. Поэтому неудивительно, что книги так замечательно продаются сейчас. Как минимум у нас сейчас стоит в очереди еще две книги. Одна называется «Мой гениальный ребенок». И еще одна книга про деньги в сетевом маркетинге. Ну и дальше у нас есть планы. И я скажу не только на книги, но, может быть, еще на календаре. Вот, кстати, на календарь выходил. Ну и еще какую-то некнижную продукцию. Так что мы надеемся, что денежная философия, она проникнет, в общем-то, во все слои книжного бизнеса. Я пишу самым доступным языком. Настолько простым языком, что еще упрощаю. Некоторые книги по 10 раз приписываю. До тех пор она станет настолько доступна, чтобы обычная домохозяйка, обычный таксист, обычный школьник. Вот взял, почитаю, задумался, иди об этом. Много же умных книг, много же мудрых книг. А я хочу, чтобы писать книг, которые реально влияют на судьбу человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова